Так, хороший вопрос. Вот 36 лет, не могу создать отношения с семью, готова на разбор. Соглашение? Посмотрим сейчас. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Очень приятно, Ирина. Расскажу немножко вкратце. Отношения, ну, бывают, то есть, ну, они почему-то либо заканчиваются очень быстро, либо, либо вообще, ну, в последнее время у меня даже не получается их завязать. Либо мне мультинаты попадаются, либо еще что-то такое. Проходили мой курс в треугольниках? Я, в принципе, в них не хочу входить даже в эти треугольники, я прекращаю их. Понятно, но вы же их притягиваете. Я вам задала вопрос, проходили ли вы курс по треугольникам. Вот, у меня есть курс, мини-курс такой небольшой, очень информативный. Я там рассказываю о природе возникновения вообще треугольников, почему мы вообще в них попадаем, что лежит в основе того, что создаются эти треугольники. Потому что тот треугольник, когда вы притягиваете женатого мужчину, то есть вы входите уже, создаете треугольник, понимаете, и притягиваете людей, которые тоже создают треугольники. И вот, если мы смотрим именно конкретно вас, то у вас есть какой-то первичный треугольник, который неявный, он так и называется, первичный, неявный, скрытый треугольник, на который приходит вот этот явный треугольник, он вторичный, как правило. И чтобы постоянно, для чего одну и ту же ситуацию создавать, а потом убирать. То есть я хочу отношения, начинаю их создавать, притягиваю ситуацию, где у меня создается треугольник, я в треугольник не хочу, из него ухожу и опять создаю. Ну, то есть, значит, есть механизм у меня здесь, да, или вот здесь, который помогает или заставляет создавать этот треугольник, понимаете? Я очень рекомендую пройти курс вообще по треугольникам. Вот кто в таких ситуациях, кто консультирует людей, вам станет понятна история вообще возникновения, почему, то есть причины, глубинные причины скрытые, по какой причине вы притягиваете людей, которые помогают вам вступать в треугольник. Это тоже очень важно. То есть там, ну, я не буду сейчас перечислять, я на курсе все очень подробно рассказываю, где там родительско-детские отношения, где там еще какие-то. Потому что, смотрите, явный треугольник, это когда явно, да, там женщина замужем, например, или мужчина женатый, и мы здесь видим явный треугольник. А у нас же есть еще такие треугольники, которые явные да неявные. Когда мы создаем их в дружеских отношениях, в бизнесах, знаете, когда вот есть партнерство, и кто-то третий влезает, и говорит, вот пока его не было, было все хорошо. А потом раз и кто-то пришел, подсидел. Когда на работах вас подсиживают, когда с коллегами у вас складывается коалиция какая-то, это тоже там вот это действие скрытых треугольников. И вот для чего нам, да, для чего нам это надо? Вот важно вот это разобрать, чтобы нам больше не попадать в такие ситуации, в которых мы создаем прецеденты для создания треугольников. Поэтому очень рекомендую, Ирин. Так, сейчас спрошу, сейчас спрошу. Замужем не были, да? Давайте посмотрим сейчас. Так, первое. Посмотрим суть ситуации, любимая моя позиция. По ней я очень много что вижу. Суть ситуации. Давайте посмотрим причины бессознательные. То есть что у вас там сидит внутри бессознательно, что не дает вам строить отношения. А вы замуж-то вообще хотите или нет? Детей хочу и замуж. Ну, замуж это же само собой, да. Ну, это вам все само собой. Кто-то не хочет, например, замуж, да. Он хочет свободных отношений, родить ребенка. И для него семья это ребенок. Так, причина бессознательная отсутствие. Так, третья сделаем, третью позицию сделаем, что поможет. Хочется еще мне одну сделать позицию. Вторичная выгода. Что такое вторичная выгода? То, что вам дает благость, потому что вы одна. Ну, то есть мы всегда, то, в каком состоянии мы с вами сейчас находимся, нам наиболее выгодно в нашей жизни находиться именно в этом состоянии. Так, хорошо. Я, как это все-таки такое отношение, возьму еще Монару. Возьму две колоды сейчас. Монару и Уэйта. И мы на них посмотрим, что мы там видим. Что нам там карты сейчас покажут. Так, я смотрю, смотрите, как я делаю. Я смотрю на вопросы, которые я записала. То есть я сделала расклад, схему. Записала и из колоды вытащила все рубашкой вверх. То есть я пока не смотрю, какие колоды выпадут. Я так работаю. Если это не профильные расклады, то я выкладываю всегда рубашкой вверх. Сейчас я вытащу из колоды Монара те же самые позиции. Мы посмотрим более глубоко, потому что Монара помогает именно психологические аспекты посмотреть, которые от нас скрыты. В них часто, сразу говорю, часто люди в них идти не хотят. Но когда это все разбираешь, вот прям выходит все на поверхность и очень хорошо распаковывается ситуация. Смотрите, суть ситуации. По бейту, суть ситуации у нас выпала четверочка мечей. Суть ситуации в том, что идет застой некий. И знаете, вот здесь такая, вообще это значение карты, когда у человека нет энергии, и он ее набирает. Но четверка это некая такая, знаете, стабильность. То есть вот у меня все стабильно, и в принципе меня все устраивает. И вот кто-то бы пришел, схватил бы меня вот так вот, да, и сказал, все, Ириха, давай, я тебя беру замуж, создаем семью, сейчас я тебе все сделаю, и вот будет нам счастье. Сама я при этом делать ничего не хочу, ну, потому что на это надо энергию, силы, что-то надо делать. А зачем, когда в принципе все устраивает. То есть вот уже по этим двум картам, по сути, мне, ну, все уже понятно, потому как вам реально вот прям, ну, комфортно быть одной. И возможно даже здесь такое, ну, я в общем-то не против, ну, вот как я сейчас сказала, да, ну, придите меня, завоюйте, и вот здесь очень еще спасите меня. Здесь очень, как для психолога, для меня, показательно влияние, знаете, таких сценариев. То есть я такая принцесса, я вся такая очень ценная, очень вся из себя драгоценная. И вот пусть найдется принц на белом коне, придет, спасет меня там из башни сгорящей, или там, я не знаю, меня дракон похитил, ну, понимаете, да, в сказках вот это вот. И у вас вот эти сценарии на лицо прям вот показывают, что я сижу, жду, пока придет прекрасный спринц и спасет меня. Давайте посмотрим, что за бессознательные причины, которые не дают вам вступить в отношения, серьезность создать семью, родить детей. Окей, а здесь я, когда выкладывала карты, у меня Монара прям вот две карты одновременно вышли, и вот когда они прям две выходят, я всегда две оставляю. И сейчас вот я их открыла, и каждый раз я удивляюсь, насколько Таро вообще все показывает. Я прям начну сейчас не с Уэйта, а с Монары. И смотрите, на Монаре нам показывают девятнадцатый аркан. В Монаре означает то, что я влюблена сама в себя, и я влюблена в жизнь, и мне вообще и так хорошо. Это здесь аркан человека, которому вообще классно одному. И ничего он делать не будет, потому что он кайфует от этого. И бессознательно у вас внутри, мне вообще классно, у меня все хорошо, вот она моя жизнь, и что вам еще надо. Вторая карта, это императрица, и посмотрите на ее сюжет. Вот это отголоски того, что я вам сказала, вот эти две карты, по сути, вот сама ситуация, она все мне здесь рассказала. И сейчас мы просто распаковываем. Я царица, я самая лучшая, классная, мужчины должны мне преклоняться, служить. Ну, в общем, короче, королева и раб, ну, можно так сказать. То есть, вот это у вас бессознательно. Ну, вот я просто распечатываю, да, сейчас, чтобы много времени не тратить, одно и то же говорить. По Уэйту, по Уэйту бессознательно. Я вроде бы готова, и все у меня тут классно, и все. Но в двойках нет движения, в двойках только размышления. И, по сути, бессознательно у вас вот эта программа, и вам кажется, что вы готовы, вам кажется, что вы рассматриваете какие-то предложения, которые у вас поступают. Но это состояние, что вся жизнь еще впереди, надо найти самого лучшего, и желательно еще где-нибудь бы подальше, там, иностранца или еще кого-то. И, в принципе, я все успею, куда торопиться. И вот она карта, куда торопиться, я все успею, у меня жизнь только началась. То есть вот это бессознательно. И смотрите, когда у нас, вот если я метафорами люблю, вот вы берете, допустим, телефон или компьютер, да, и компьютер у нас стоит на какой-то режим ожидания, например, да. Вот когда он в режиме ожидания, ну, вот есть такая, да, там, как бы перезагрузка, режим ожидания. Там ни одна программа не загружается. Они там все есть, но действий никаких нет. И вот когда мы люди тоже в режиме ожидания, когда у нас бессознательно вот эта программа срабатывает, у вас все, если у вас программа стоит режим ожидания, спокойствия, то ни одна автоматически программа не запустится. И как бы нам не хотелось, чтобы кто-то прискакал, и нас тут спас, и вытащил нас отсюда, компьютер не может, ну, то есть создать вот эту реальность, потому что мы имеем то, что мы сами создаем. И поэтому у вас и не получается. И вы притягиваете заведомо тех мужчин, с которыми 100% не сможете создать отношения. То есть я как будто бы и хочу, и они приходят, и я говорю, ой, не-не-не, вы мне не подходите, ну, для того, чтобы никуда не, не дай бог, вас не взяли и не спасли. Понимаете, да, Ера? Дальше. Что поможет? Давайте будем смотреть. Что поможет? Выпала здесь семерка кубков, и у Монара выпала тоже... Это тоже про эмоции. Это тоже, в общем, смотрите, здесь важно внутрь себя, в свой эмоциональный мир, в свой чувствительный мир, и здесь посмотреть, где, кто, когда вас так сильно обидел, да, это... Ну, если с аналогией с Фэй, там просто в Монаре немножко по-другому называются, это рыцарь воды, вот, но в Монаре она по-другому. И смотрите, здесь получается, что у вас, что поможет выйти из этого болота, я хочу, чтобы вы посмотрели эту картинку, видите, и у вас, вы как будто бы боитесь на самом деле мужчин, хотя в вашей программе мужчины все классные, и они статные, ну, то есть загружены, нету обесценивания мужчины на самом деле. Но есть какая-то программа, которая, может быть, досталась от родителей, знаете, может быть, там сценарий был, как мама с папой жили, не так, как вы бы хотели, или там бабушка с дедушкой. И вот здесь глобально, когда человек застревает в своих эмоциональных вещах, видите, она в болоте стоит посередине, то есть она в своих чувствах, и она защищена, она стоит в доспехах, то есть, ну, прям не подходить, я готова воевать. И при этом это застревание в каких-то обидах, и вот как совет, это выйти, необходимо выйти и рассмотреть, что бывают разные сценарии, что бывают разные, разные случаи, разные мужчины. То есть мы сами можем выбирать, либо мы находимся вот в этом состоянии, либо я могу уже быть в доверии к мужчине и не застревать вот в этом эмоциональном болоте, который вот здесь нам показывают, для того, чтобы действительно построить отношения. То есть здесь, смотрите, развязка какая дальше. Я не просто так говорю, что я классная, мужчины, там, передо мной преклоняйтесь и так далее, и то, что мне хорошо одной. То есть у вас заложилась программа, что я лучше буду одна, чем меня будут предавать, и я буду использовать. Ксения, иди сюда. Иди сюда. Иди, иди скорее, Эйда. Муж закрыл дверь, а ей на улицу надо, орёт здесь громче, чем я. Иди сюда. Эйда, пойдём, иди, иди, иди ко мне, иди скорее. Поднимайся. Всё уж. Вот, и давайте посмотрим вторичную выгоду. И смотрите, вторичная выгода у вас, как ни странно, но шестой аркан, и здесь у нас... Иди сюда. Воздух, смотрите, это воздух, и здесь шестой старший аркан. О чём? Вторичная выгода. Хочется непринуждённости, хочется свободы, хочется быть режиссёром своей жизни. И вторичная выгода – это свобода. Понимаете? Я всё накричалась, ты мне мешаешь работу. Знаешь, что я буду? Ну, нет, садись, только ты мне тут будешь мешать. Иди на окошко. Сиди тут. И здесь, смотрите, изображён молодой человек, который вроде бы в робе, да, и он занимается своим делом, но у него наушники, у него свой мир. И вот это, знаете, созданный, вот вами созданный собственный мир, когда вот это состояние влюблённости. Вам очень важно не сами отношения, а для вас важно быть вот в этом состоянии влюблённости. Когда у вас вот эти первые проходят, вам потом становится как будто бы неинтересно. И поэтому даже если пришёл бы мужчина на какие отношения, ну, тут программ много, да, поэтому не притягивается так у мужчины, который реально, потому что мужчина, который приходит, у мужчин, знаете, какая модель? Пришёл, увидел, победил. То есть очень быстро. Когда мужчина начинает, там, давай присмотримся, давай ещё что-то там подумаем, давай то, всё, пятое-десятое, это точно уже там что-то не то. Ну, вот так работает эта психология у мужчины. Мужчины долго не думают, они очень молниеносно принимают решения. И вот это вот состояние, вот те программы, то внутреннее состояние, которое у вас есть, оно больше способствует тому, чтобы это были какие-то краткосрочные, временные отношения, вот этой свободы, чтобы меня никто не ограничил, не дай бог. И чтобы я что хотела, то и делала, чтобы я танцевала свою жизнь так, как хочу. И если я хочу, и есть время, я пойду на свидание или на встречу. Не хочу, я не пойду. И вам очень важно быть вот в этом состоянии влюблённости. Именно не серьёзных отношений, а именно вот это состояние, и вы за ним охотитесь на самом деле. Что делать? Понимаете? Давайте, да, посмотрим, что делать. Что делать? Ну, во-первых, я вам сказала, вам необходимо отследить вот эти сценарии. На треугольниках мы тоже там смотрим, отслеживаем и убираем. Здесь важно осознать, откуда пошла вот эта штука, да, где зародилась вот эта, отыскать, где я когда-то приняла решение, что я не хочу идти в долгие отношения, потому что это рутина, потому что это больно, потому что над отношениями надо работать, а мне хочется вот лёгкости, непринуждённости и всё. Но тогда надо прекратить себе брать. Понимаете, что мы делаем? На самом деле, если я сейчас вас спрошу, вот по-честному, вот что я вам сейчас сказала, это так? Вот, Ира, смотрите, так и есть. Но я прихожу с запросом, я хочу семейных отношений, замуж и семью. Так это получается, что? Я себе вру. Вот озвучь сейчас. Похоже на то, что я себе вру. Похоже. Похоже на то, что я себе вру. На то, что я себе вру. Повтори ещё раз. На самом деле... Замуж не хочу. Я хочу лёгких, ни к чему не обязывающих отношений. Вот. Это твоё бессознательное, понимаешь? Ты, главное, в этом признаться, понимаешь? Ты вот, ты же здесь не боишься себя. Понимаете, вы пока в своей вранье, в своём заблуждении, у вас ничего не будет. Потому что ваша энергия будет вся идти на то, чтобы обслуживать враньё. Потому что половина вашей части говорит, Ира, нафиг нам эти отношения, давай будем просто влюбляться и гулять. Вторая часть говорит, ты что, замолчи, так не принято. Меня назовут гулящей женщиной и так далее. Понимаешь? И тогда у тебя вся твоя жизненная энергия идёт на войну внутри тебя. И пока мы не признаёмся в этом, идёт вот эта война. Но когда я говорю, или, допустим, я сижу и ем кашу, я люблю метафору. Я кашу ненавижу, да? Вы знаете, дети, когда каши не любят, вот они по тарелке её размазывают. Они вот так вот ложку закинут, она у него назад лезет. И вот он с этой кашей сидит, вот он её размазал, разэтывал, и вроде бы как он поел. Правда в чём? Поел ребёнок? Видимостей. Но у всех иллюзия, что он вроде бы поел. Понимаете? Вот на это уходит наша жизненная, драгоценная энергия. Вот ваша жизненная, драгоценная энергия уходит на то, что вы себе создаёте иллюзию, что вы едите кашу, и вы поели. А на самом деле вы испытали не самые лучшие чувства, вот эту кашу, нюхая и взаимодействуя с ней. И при этом вы не живёте свою жизнь. И вы не позволяете себе и быть в отношениях, вот просто кайфовать. Вы встретили, да, человека? Покайфовали, погуляли, интересы какие-то порешали. Понимаете? Вот словили от жизни вот этот драйв. И когда они интересно расстались, вы и притянете такого человека. Нет. Вам надо сидеть, знаете, как эти ёжики кололи, плакали, ёжики сидели, да, что там, плакали, кололись, но продолжали кушать каптус. Вот это из этой семьи. Важно очень признаться себе, чего я хочу на самом деле. Вы всё равно в этом живёте, вы всё равно сидите, эту кашу размазываете. Понимаете? Вы, вот смотрите, вам 36 лет, и всё равно вы лет 16 уже сидите вот в этом, обслуживаете своё враньё, что типа я хочу замуж. И при этом каждый раз, испытывая не очень хорошее чувство, потому что притягиваю несвободного мужика, и он приходит несвободный, потому что вы, смотрите, он приходит на отношения, давайте я с другой стороны зайду, которые необходимо скрывать. То есть получать кайф, но скрывать. Слышите, вот связь? И тогда я хочу получать кайф, но я это скрываю от самой себя даже. И тогда к вам приходит мужчина, который вас хочет обслужить. Получи кайф, но мы об этом никому не скажем. Потому что я притягиваю несвободному мужчину. Слышите? Но когда я разрешу себе говорить, что я не хочу, я хочу просто побыть в отношениях, вот прям просто прожить, вам придет молодой человек, который тоже так же придет. Радость в жизни, вот этот кайф получить от отношений, пойти там, не знаю, на сноубордах покататься, прыгнуть откуда-то, пойти на берегу реки посидеть, книжки вместе почитать. На этих интересах потом люди сходятся. И тогда вам станет интересно, и вы захотите с этим человеком прожить всю свою жизнь. Видите, где Капкан? А так я не люблю. Я не такая. Я здесь жду трамвая, и с вами я не поеду. Так вы и будете постоянно создавать такой сценарий, когда мужчина будет приходить и вас обслуживать. В этом вранье. Что такое обслуживать, многие не понимают. Создавать вам вот эти условия для того, чтобы вы вроде бы получали кайф, но при этом себя будете жрать, будете скрываться, и будете там чувство вины испытывать и так далее. Так выбор какой? Всё, я поняла. Вот. Просто признать. Да, я не хочу. И смотрите, жизнь, это я сегодня не хочу. Смотрите, очень многие глобально смотрят. Если я сейчас скажу, что я не... Вот у вас, Саша, вот здесь всё аж передавило, понимаете? Да. Ну, я же с вами в аэропорте. И когда у вас страх, я сейчас сказала, что не хочу, отношения в жизни создам. Нет. И это на сегодняшний момент. Я сегодня отношений серьезные, взяться сегодня не хочу. Я хочу. Единомышленник, с которым мне будет классно молчать, веселиться, звонить друг другу, не звонить друг другу. И это сегодня, и это может быть завтра. А послезавтра я осознаю. Я обнаемся вот этой кашей и скажу, всё, ребята, кашу я поела, манка не моё. Хочу гречку. И вам сварят и принесут гречку. Но пока мы делаем вид, что мы её поели, размазали по всем тарелкам, нам будут продолжать приносить эту манку. Понимаете? И не надо бояться, что это навсегда. Жизнь очень быстро изменчива. Сегодня у тебя так, завтра будет по-другому. Но важно быть в честности к себе. Иначе всё время будет подмена. Иначе все годы будут проходить, и я и не живу то, что я хочу, и принимаю то, что вроде бы моя голова заказала, а я это не хочу. Понимаешь? Поэтому важно сейчас в сознании сказать, Ира, ты замуж не хочешь, с собой вот договаривайся. И это правда. И тебе нужен единомышленник и просто в хороших, кайфовых отношениях побыть. Всё. И просто отпусти эту ситуацию. И потом посмотри, какой мужчина придёт на это, какой парень придёт. Он придёт, точно такой же, где 100% гарантию даю. И это не говорит о том, что ты ему не нужна будешь. Это не про это. Это про то, что какие чувства я хочу сегодня от жизни брать. Почему мы встречаемся? Вот почему хорошие отношения, крепкие бывают у друзей. Мужчина и женщина могут дружить, дружить, дружить там на каком-то горе. Да, вот фильмов много, видите, таких. А потом они понимают, блин, а мы, кажется, уже влюбились и даже не поняли. Нет вот этой значимости. И люди схожи на вот этом общем, что мне с тобой вообще классно. А когда мы начинаем себе врать, надо выйти замуж, надо родить детей. Мы как будто, знаете, идем на Голгофну какую-то. Мне надо этот крест нести, потому что, ну, это все выдунки. Я вам еще раз говорю, вы поживете в честности с собой месяцок-другой, и потом будете готовы выйти замуж. Может, и не будете готовы. Это ваш будет выбор. Зато вы будете проживать свою жизнь, а не ту, которую вы себе где-то там нарисовали. Понимаете? Где-то там нарисовали. И надо не из того, что я где-то нарисовала, а выбрать реально, что я хочу. Что отзывается вот здесь, в моей душе. Хорошо. Спасибо вам большое. Вот обязательно обратную связь, как будешь себя чувствовать и так далее. Если сегодня будет поднакрывать, потому что с тобой сейчас работа очень серьезная прошла, пьем побольше воды тепленько. У кого вот сейчас тоже проработки прошли, пейте побольше воды. Мы состоим из воды, чтобы информация обновилась. То есть прочищение. Душ с головой, с волосами можно принять. И просто разрешить, скажите, я разрешаю себе. Я просто себе разрешаю. И я прекращаю себе врать. Ребят, давайте прекращать вообще врать себе. Потому что мы настолько заврались, мы уже забываем, кто мы есть. И жизнь свою спускаем вообще непонятно на что. Все, обнимаю вас. Спасибо за вопрос. Да, и спасибо вам вам. Правый верхний крестичек.